Доброе утро, друзья! Это традиционный утренний эфир по понедельникам, который называется «Исцелим этот мир вместе». Сейчас я подожду, когда все присоединитесь, и я по очереди начну консультировать тех, кто отправил заявку и попал в мой список. Тех, кто за последнюю неделю отправил заявки, я вас пока не внес, но и до этого список очень-очень большой. Поэтому в порядке живой очереди я отдаю приоритет тем людям, которые у вас, вернее, тем, кто уже давно в списке и тем, кто давно заявился, потому что есть такие, кто уже по полгода ждет. Так, у нас все больше и больше, это здорово. Так, доброе утро. Так, уже семь заявок, здорово, у вас чудесная семья. Спасибо. Доброе утро, Беларусь. Здравствуйте. Так, я отправлял заявку, сейчас проверим. Так, здравствуйте. Так, и консультацию, что у нас? Настюшка, к чему эта фраза была? Так, добрый день. Друзья, я хочу пару объявлений сделать пока. Основные участники еще подтягиваются к нам. Сегодня стартует мой клуб. Это новая форма работы с вами, где каждую неделю приоритет будет по понедельникам в 20.00. Я буду проводить тематические прямые эфиры с практиками. Плюс еще будут дополнительные эфиры, дополнительные практики, дополнительная информация и, конечно же, будет отдельный чат. Сегодня будет первый эфир в 20.00, поэтому если вы хотите стать участником моего клуба, у вас есть такая возможность сегодня в прямом эфире меня слушать. Для этого по ссылке и шапке аккаунта вы зайдите и там прямо первая кнопка клуба Артема Толокодина. Заходите на нее и там подробности. Предварительные темы эфиров, которые ожидаются на ближайшие полтора месяца. Очередство в клубе сразу идет на три месяца, то есть вы приобретаете билет и, соответственно, три месяца вы будете в нем смотреть прямые эфиры или их записи, если вдруг вы в это время не можете. Но и при этом в отдельном чате все можно обсуждать, задавать вопросы. Это новая форма и будут интересные спикеры еще помимо меня принимать участие. Я буду рассказывать им много чего интересного еще и, конечно же, будет много практики. Доброго дня с Татарстаном. Сегодняшний эфир в 8.00 будет посвящен теме, как решить проблемы в личной жизни. Очень актуальная тема. Я ей занимаюсь уже больше 20 лет. Так сложилось, что вначале я увлекался темами связанных с физическим здоровьем, чтобы его восстановить. В 91-м году получил диплом массажиста, учаясь параллельно в медицинском училище. Ну и потом пошло-поехал. И потом понял, что на самом деле тело болеет из-за того, что есть эмоциональные конфликты. А эмоциональные конфликты порождают изменения в энергетике. И потом идут изменения в физиологии и идут изменения в тканях. И рождается диагноз. А потом я понял, что эмоциональные конфликты основные человек получают в родной семье. Потом я еще понял, что есть другой уровень. Что оказывается родовая система существует. И очень многие стрессы, они просто по наследству передаются. Либо как в синдроме годовщины срабатывают, прям под копирку. Либо еще есть процессы, которые не обязательно на 100% связаны с датами, но очень тесно связаны со стратегией. И взаимосвязь иногда находится на много-много поколений вглубь. И когда эту планетарную систему распаковываешь, человек становится здоров. Поэтому важно знать своих предков, важно знать, откуда ты, что там было до тебя, чувствовать это и работать с этим. Поэтому на стратегии личной жизни это в первую очередь сказывается. Сегодня во время прямого эфира я буду еще раз более подробно рассказывать и показывать, как с этим работать. Естественно, будет некий тренинг обязательно. Так, ну давайте посмотрим, кто у нас сегодня в заявке уже есть. Так, 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 так. Так, кто из вас уже, вот у меня из леники знакомы. Ну вот сейчас посмотрим именно вас. Так, переключу у меня язык. Так. Индиро, я вас за тот раз не взял, но вы в списке есть, поэтому вы следующий будете. В клуб можно вступить в любое время. Пожалуйста, вы хоть через месяц вступайте, но все равно этот будет билет на три месяца. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно. У меня вопрос, вот как раз вы только что озвучили о личной жизни. Давайте. Обсудим. Ну, получается, мужчины, с кем встречаюсь, вот они не совсем готовы к созданию вот именно отношений. И мужчины нормальные, все, но вот такой период. То ли недавно развелся, и болезненный был развод. И еще вот, знаете, ну, бывшая жена имеет вот какое-то такое вот, ну, она еще не бывшая, скажем так, в голове у него. Также, ну, вот делала такую практику вместе с вами на ночь вот своему активному работающему мозгу, вот спрашивала, что, ну, что мне мешает, да, вот создать нормальные отношения. И, ну, вот прям ночью проснулась, и такой у меня такой ответ был, что вот чувство ответственности, что в моем ощущении это ляжет на меня вот таким тяжелым грузом. Отношения, вот муж, дети, что это вот для меня, ну, в моем представлении это тяжелый груз, вот. И еще, ну, за собой замечаю, что, ну, я вот с этим вопросом ходила к психотерапевту, у меня вот такая как программа, есть, знаете, вот я встречаюсь с мужчиной, и вот у меня постоянно вот, нет, это не то, надо искать. Другого, этот не подходит, ну, вот такое. Чем не подходит? Ну, вот, ну, даже, ну, вот это даже сложно вам объяснить, понимаете? Ну, попробуйте, по-русски. Окей, ну, вот, совместно, ну, там, проводим мало времени. Я там обсуждаю этот вопрос, да, 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 хорошо, ну, как бы никуда мы, ничего не меняется, скажем так. Потом хочу совместно спланировать, там, отдых, поехать на море, это тоже, вот, ну, не получается. Вот какие-то причины, и всегда вот так вот. И вот сколько вам лет сейчас? Мне 38 лет. 38 лет, и никогда ни с кем серьезно ничего не сказал? Не, у меня были отношения, вот, в 19 лет, до 26, получается, были отношения. Мы жили вместе, официального брака не было, тот же вот ответственность, ну, обошла меня такая. Да, ну, муж, жена, ну, официально мы не дошли, да. Окей, Инна, очень простой тест. Представьте, что вы уже замужем, и у вас есть ребенок, как состояние? Что вы чувствуете? Ну, не знаю, у меня сейчас внутренняя такая тревога. Ну, что вот этот факт, если представить, что он уже состоялся, у вас вызывает? Ну, мне кажется, я нормально воспринимаю. Без слова нормально, что вы чувствуете? У меня есть внутренняя тревога. Где? И за что? Ну, в груди, да. Ну, что это, вот, то ли я не справлюсь, я не знаю. Давайте посмотрим, откуда это у вас летело, да, и что вами управляет в этой ситуации. Итак, скажите себе, мне 30 лет, есть это ощущение? Да. 20 лет? Да, еще как-то сильнее. 10 лет? Сильнее еще. 5 лет? Да. 1 год? Есть, сильное такое. Так, 1 месяц в животе у мамы, как ощущения? Есть, он колотит. Вам один день, я в животе у мамы, мама не знает, что вам беременна. Как ощущения? Ну, все равно есть. Все равно есть. Что это, еще что, мамина или папина? Мамина. Маму как зовут? Елена. Лена, сколько я был лет, когда я вас родила? 31. Я мама Лена, мне 31 год, как ощущения? Ой, еще больше какая-то такая тревожность. Я мама Лена, мне 20 лет, как ощущения? Есть это все. 10 лет? Есть. 5 лет? Есть. Сильно. Один год. Как-то еще сильнее. Я мама Лена, мне 1 месяц я в животе у своей мамы, как ощущения? Ой, еще сильнее, как ты. Я мама Лена, мне 1 день я в животе у своей мамы, мама не знает, что она беременна. Как ощущения? Неприятные. Что это, чье это чувство, бабушкина или дедушкина? Бабушкина. Как бабушка зовут? Просковья. Просковья. Сколько я был лет, когда она делала? 41. 41 год. Так, я просковью, мне 41 год. Как ощущения? Чуть спокойнее. Так, ну все равно, но чуть-чуть спокойнее. Я просковью, мне 30 лет. Ой, вообще тревожно очень. Я просковью, мне 20. Тревожно. Я проскою, мне 10. Тревожно. Я проскою, мне 1 год. Чуть-чуть легче. Я проскою, мне 1 день я в животе у своей мамы. Как ощущения? Ну, вы знаете, легче, в животе у мамы легче, да. Прошло это ощущение? Да, такой комфорт сейчас, да. Окей. Я проскою, мне 1 месяц я в животе у своей мамы. Что начинаете чувствовать? Ну, вот как появляется это чувство. Что такого происходило в жизни, тогда, когда у вашей бабушки был всего 1 месяц, и мама узнала, что она беременна? Что вы видите, что вы чувствуете? Ну, вот так вот неоднозначно ждут, не ждут вот такое. Но из истории дедушки и бабушки, я знаю, что их, вернее, из истории моей бабушки, я знаю, что ее родители расставались, дед уходил из семьи, жил в соседнем селе, и создал там уже семью, возможно, там даже были дети, а потом спустя какое-то время вернулся, и у них двое детей появилось. Вот первая была Прасковья, моя бабушка. Поэтому это, скорее всего, такие чувства у прабабушки. Ну, вот нет ощущения ценности своей, как женщина. Что он где-то был, пожил, погулял, тем более в селе все знали, ну, вот так вот. То есть, что это за ощущение? Давайте его попробуем распаковать. Что она чувствует, тогда, когда она появляется на свет, в какой атмосфере зачали бабушку? В какой атмосфере зачали бабушку? Вот месяц ей, что ее чувствует? Нет спокойного такого ощущения, что все нормально, что это мой мужчина, что он со мной, что он меня там обеспечит, что он не уйдет. Вот такого. То есть, боль от того, что он ушел, бросил меня, и что я не нужна, и вот стресс мощный. Такое, как параличное, как в теле ощущается. Чувствуете, да, вот такое ощущение? Да. У прабабушки такие. Поработаем. Итак, я Просковья, мне один день я в животе у своей мамы. В этот момент приходит ко мне Бог и говорит, дорогая Просковья, в твоей жизни получится так, что твоя мама забеременеет и на самом деле будет испытывать огромный дискомфорт от того, что у нее плохие отношения с твоим отцом. Он будет уходить из семьи, он будет жить на стороне, и у нее будет вторая параллельная семья. И твоя мать будет очень сильно по этому поводу переживать. Но это все к любви, к радости, к счастью. Это к тому, чтобы она чувствовала себя всегда счастливой и уверенной. И это к тому, чтобы у тебя в личной жизни все легко и просто сложилось. И чтобы дар любви легко и просто передался всем твоим предкам, потомкам. И ты бы получал удовольствие от каждого дня, и все твои потомки легко и просто создавали гармоничные, счастливые семейные отношения. Как ощущения? Ну вот так легче стало. Какое-то такое тепло, знаете. Вот. Окей, я проскрою, у меня один месяц. Как ощущения? Ну хорошо. Так. Окей, вы замужем. У вас дети. Как ощущения? Ну да, мне комфортно. По кайфу это дело, да? Ну да. Ну глаза заблесели, это видно сразу в камеру. Понимаете, когда семья, семейная реликвия, как передается ассоциативно, что это там, где обманывают, там, где не любят, там, где все тяжело, там, где вообще ничего непонятно, то вы в этом тумане живете, и мужчина, когда в этот туман попадает, им некомфортно становится рядом с вами. Поэтому он вам либо предложение не делает, либо он все время занят. Понимаете? Ну да, да, я это понимаю, тоже замечаю, просто, ну, скажем так, ну, это же вы у нас такой прекрасный специалист. А так, наушник выпал. Вот. А люди создают личные отношения не рациональным началом, а эмоциональным, исходя из чувств. Понимаете? Человек себе не может даже объяснить, почему он влюбляется в того иного человека, просто любит и все. И потом уже мозг туда обрабатывает, типа внешность нравится, еще что-то и так далее. Но вначале это чувство. А чувство рождается всегда в тех ассоциациях, в тех причинно-следственных связях, которые создали его предки. Поэтому люди часто мучаются в личной жизни, они не понимают, как настоящее связано с прошлым их предков. Не видят этой взаимосвязи. И поэтому и не могут в своем собственном уме, читая там множество книг, что-то сделать. Да. Это такая гипноз, которая работает из поколения в поколение и передается как релик, или там, как это раньше, родовая пола, что-то, что-то, что-то говорили. Это просто эмоциональные программы, не более того. Да, я вот спрашиваю своей мамы, ну, мой отец умер, да, вот из... мы о многом разговаривали, все, вот, и я смотрела ваши эфиры, записывала себе о бабушке, о дедушке свою историю, да, вот, своего рода. И вот по маме вижу, что она, ну, она как вот не умеет любить, да, вот, и с отцом как-то такие отношения были, и потом вот недавно умер ее второй муж, к сожалению, очень хороший мужчина, но вот проявлять свои чувства, вот именно, ну, как любить, я за ней, вот, меня любят, там, детей любят своих, а вот с мужчинами, так. С мужчинами не очень. Ну, потому что вот такое, видите, определенное внушение было, да, и бабушка была под этим чувством, поэтому и поздно родила маму и так далее, то есть много чего повлияло на эти вещи. Родить там иногда, абы родить, просто так, на всякий случай, типа, надо же, так сказать, этот опыт реализовать, тоже не вариант. Ну, да, да, согласен с вами полностью. Поэтому кайфуйте, и чем больше вы наполнены счастьем и любовью, тем больше приходит вашу жизнь, и с вами легко. Поэтому, когда мужчина чувствует, что женщина ему легко, он начинает доверять. Деньги доверять, судьбу доверять и так далее, и процесс двигается вперед. Да, вы правы. Я еще, знаете, что хотела вас спросить? Да, давайте. У меня еще, вот, получается, ну, есть свой небольшой бизнес, да, вот, то, чем я занимаюсь, и вот эта тема ответственности, да, вот, я знаю, что мне на утро там надо сделать то-то, то-то, при том, что я в этом уже 8 лет, и, ну, я со всем справляюсь, у меня хорошие там результаты, да, вот. А в какой сфере бизнес у вас? Ну, как бы вам объяснить, ну, закупки зерновых. Вот, я закупаю, перепродаю, как бы, вот такой вот, ну, довольно-таки ответственно и, ну, материально ответственно, да, вот все. И в последнее время я работаю, ну, я так хотела, вот, это была моя такая цель, уже не на фирму, а сама с собой, ну, и, во-первых, вот эта ответственность, я знаю, когда утром, ну, мне надо, ну, вот, сделка, да, вот все, я знаю, что, ну, что мне надо сделать, ну, у меня такая тревога всегда, вот, прям я могу проснуться в 3-4 часа утра, ну, какая-то вот тоже ненормальная ситуация. Знаете, что такая вот эта ваша ответственность? На самом деле это вера в плохой результат и попытка ее преодолеть. То есть, понимаете, глючит вас. А вдруг что-то произойдет? А вдруг метеорит на голову упадет? А вдруг принято едерное войно? В том, что я знаю прекрасно, что, ну, да, была там, были разные ситуации, и все заканчивалось. Вот у меня, ну, в жизни положительный опыт, понимаете? Поэтому надо опираться на это чувство. А поскольку вы привыкли, а вдруг что, вот это внушение, да, оно вам будоражит все сознание. Вы об этом думаете, ну, не знаю, как многие, говорю, думают о том, что они сейчас чем-то заболеют. Кто-то переживает по поводу какого-нибудь националистического фактора, кого-то беспокоит там политика, кого еще чего. Понимаете, да? Вот каждый подвисает на своих каких-то штучках. Поэтому вы на это подвисли. Ну, это можно исправить легко. Скажите себе, у меня один день, и я в животе у мамы. Как ощущения в этот момент? Как вам там у мамы Лены? Чуть-чуть тревожно мне там. Чуть-чуть тревожно. Да. Так, а за месяц до моего зачатия, как ощущения? Тревожно. Тревожно. За пять лет до моего зачатия. Мы в прошлой жизни идем, но ничего. Ну, как-то тревожно немножко. Тотально, да. Это значит, получается, что эта штучка не ваша, а бабушки, скорее всего. Итак, давайте мы еще раз с Проскоей поработаем. И я в Проское, у меня один день оживотил свою мама. Как там ощущения? Ну, тревожно, да. Такая же тревога? Ну, даже чуть больше, чуть больше. Чуть больше, да. Да, за месяц до зачатия. Проскоя, как ощущения? Хорошо. Хорошо. Да. В этот момент приходит Проскоя Бога и говорит, дорогая Проскоя, в твоей жизни получится так, что ты будешь очень сильно переживать по поводу ответственности. Тебя будет беспокоить то, что как-то в жизни может пойти не так. Ты будешь все время за эту тему переживать. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, что все твои потомки легко и просто испытывали чувство наслаждения жизни, доверяли бы ей полностью и чувствовали любовь к Богу своим сердцем каждый миг. И понимали, что только любовь управляет миром. И это состояние полного счастья, которое раздает эту взаимосвязь. Как ощущения? Комфортно очень, да. Итак, завтра сделка. Как ощущения? Сделка на 5 миллиардов долларов. Как ощущения? Ого. Ну да, классно. Почему бы нет, да? Понятно, да? Вы еще и не делали, но тем не менее, все прекрасно. Да, да, спасибо. Кайфуйте, доверяйте жизни. Тогда она вам даст больше возможностей. Не надо ни в чем сомневаться. Вы же не сомневаетесь в носках, которые вы одели на ноги, правильно? Совершенно. А почему вы должны в 5 миллиардах сомневаться? Какой смысл? Да, вы правы. Одно и то же. Просто на что мы психику свою направляем, так она и работает. Представляете, да? Мощная машина под названием подсознание. Если вы открываетесь любви и счастью и прям доверяете миру, ничего плохого в моей жизни вообще никогда не происходит. Нет плохого вообще не существует, как факт. Есть только гармония, любовь и счастье. Даже если приходит какая-то задача в виде некой проблемы. Это задача, которая вас чему-то хочет научить. Что-то пошло не так, прекрасно. Может быть, это к лучшему. Просто посмотрите на ситуацию. Где-то какую-то подпись кто-то не поставил, понимаете? Такое бывает. Или может быть не ситуация, если с этими людьми работать не надо. Не сложилось? Ну и прекрасно. Да, как правило, показывают, что с такими людьми просто работать не надо. Ну. Вот так. Спасибо вам огромное. Да. Все. Счастливо. Спасибо. Итак, друзья, идем дальше. Еще раз хочу повторить для тех, кто присоединился сегодня. Восемь часов вечера стартует мой клуб. Сегодня будет у нас первый эфир. И даже если вы до вечера сегодня не успеете, можно будет посмотреть записи. В любой момент можно будет подключиться. Клуб будет работать первый пакет три месяца. В случае успеха я не сомневаюсь. Просто чисто организационно проще так сделать, что пока на три месяца. Потом мы будем пакеты пролонгировать, безусловно. Вас ожидают классные эфиры. Вас ожидают практики. Вас ожидают чат, что самое главное. Потому что когда группа людей объединяется и делает общее дело, улучшая свою жизнь и жизнь других людей, этот мощный фактор порождает у всех тотальные, глобальные, гармоничные изменения. И вот чем больше людей будет в клубе, тем будет лучший результат. Поэтому всех тех, кто у меня когда-либо учился или кому интересно слушать адресно и иметь помощь не только от меня, но и от других спикеров, которые будут выступать в клубе, а также от друг друга, это очень важная цена. Потому что люди, которые даже у меня заканчивают какие-то марафоны когда-то, все равно продолжают так или иначе общаться. Но теперь есть возможность всех объединить и общаться нон-стопом со всех потоков, со всех курсов. Либо, если вам вообще это интересно, вы ни разу у меня не учились, тоже будет очень полезно вступить в члены клуба. Цена всего 2300 рублей за три месяца. Я вот по максимальному сделал доступным, поэтому welcome жду. Также те, кто хотят вступить на курс интуитивного моделирования реальности, сегодня последний день. Я потом закрою доступ, потому что иначе вы не успеете с основной группой и не будете понимать всего того, чего происходит. Но выходные люди писали, пожалуйста, вот еще оставьте окошко, сегодня мы обязательно оплатим и пройдем. Поэтому я до сегодняшнего вечера эту возможность оставляю. Но в 22.00 форма оплаты закроется, ссылочка уберется и возможность в этот поток попасть будет исключена. Когда будет следующий курс, неизвестно. Пока очень много других планов до конца года, поэтому этот курс, он, так сказать, в этом году, скорее всего, будет последним. Так, идем дальше тогда. Сейчас будет следующий герой. А, кстати, еще для тех, кто из Ростова и Краснодара. 7-8 сентября я у вас. Тоже по ссылке и шапке моего аккаунта можете зайти и посмотреть всю подробную информацию о моих очных выступлениях, зарегистрироваться и быть со мной в этот момент. Так, Индира, сейчас я вас беру. Тут раз нельзя, позаботливнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас точно зовут? Индира. Индира. Так. Потому что иногда некие не совпадают у людей. Конспирируются. Хорошо, Индира, слушаю вас. В чем вопрос? Так, у меня болит спина постоянно, да, не хочется лежать. И в это время как раз я связываю это со сменой погоды, да, вот когда резко меняется, там, то пасмурно, то солнечно. И у меня нос закладывает, вот как будто воздуха не хватает. И желудки сжимает. То есть у меня такая проблема. Да, одновременно. Потом уже через некоторое время отпускает, потом желудок начинает работать, дышать начинает. Ну, вот такое состояние тяжелое. Долго это длится? Ну, давно, да. Раньше только спина болела, а сейчас в последнее время замечаю, что вот и нос, и это, желудок. Индира, а где спина болит, в каком месте? Спина, вот в районе желудка, и этот, ну, у меня вообще стихондроз шейного позвонка. Позвоночника? Да, ставили. Так, но болит, вот, я так понял, что в конце грудной клетки, да, где-то там, в области желудка. Локальная боль? Индира, локальная боль в этом районе? Или куда-то отдаёт? Отдаёт полностью. Отдаёт вверх. Вверх идёт, боль? Да, идёт. Так, давно этого? Ну, спина, да, давно. Я вот помню, что мне было лет 25, я это чувствовала. Всё время лежала. Мне сейчас 35. Как часто это происходит? Часто происходит. Вот, допустим, последние три дня у меня, я чувствую, я измеряю давление, у меня вот 100 на 80. Обычно 110 на 70, вот так, в нормальном состоянии. А сейчас, получается, вот третий день я просыпаюсь, измеряю давление, у меня 100 на 80. Так, ну, может, оно нормальное для вас давление? Или голова? Думаю, тяжесть чувствую, что у меня подташнивает, что песок. А мы вас в лоб ваш видим, но не вас. Можете немножко посидеть? Так, пошли. А обследовались? К доктору ходили? Нет, не ходила. Чё так? Не знаю, что-то вот. Мне казалось, что это нормальное состояние у всех так. Потом вот начало задумываться. Ну, не знаю, у всех спина вообще. Болит спина, на погоду сжимает желудок, давление скочит, тошнит по утрам. Не у всех. Ну, вот давление и вот то, что с желудком вместе, да, я заметила после рождения дочки. Вот у меня второй ребёнок, это получается, да, после рождения. Я вот эти обострения почувствовала именно с прошлого года. Да, понятно. То есть 10 лет началось, а я с рождения второго усиловалась, да? Да, да. Вы какая у родителей? Я четвёртая. Четвёртый ребёнок. Четвёртый ребёнок. А что такое было в 25 лет? После чего всё это началось? Так. Не помню даже. Не знаю даже. 25 лет. Угу. Да, кажется, на работе я биотехнолог, наукой занимаюсь. У меня такая работа была, то, что, ну, требовали много. Может, из-за этого что-то я ответственная из какой-то. У меня вот ещё насчёт ответственности. Я прям очень тревожная, когда мне поручают какую-то работу, допустим, мне нужно это, как, закончить, но я всё время переживаю. Просто переживаю. Ну, извиняюсь, время героев, которые всё время переживают. Да. Кто-то активно, кто-то нет. Вот, допустим, у нас сейчас идёт конкурс молодых учёных. Да, я вот сейчас пишу проект, и, ну, в то же время я в декрете дома сижу. И вот у меня, я сильно, видимо, распереживалась, у меня вот это давление начало-то скакать. С утра. 35 лет давления. Да. Мама тоже говорит, молодая же, а чё, говорит, за давлением. Потому что ваше тело испытывает эмоциональные нагрузки, потому что вы думаете, что вам надо сейчас вот что-то такое, какую-то работу мощную выполнять, да, сделать прям, в тысячу тонн поднять, и вот тогда, ну, как бы, жизнь удалась. Угу. Так, 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 так. Окей, хорошо. Когда подлила последний раз? Вот сейчас у меня такое состояние. Сейчас, сейчас болит. Отлично. Где, в каком месте? Опишите точно эту боль. В груди. Сжигает как будто, вот, изжога бывает же вот у меня в груди. Вот сейчас я такое чувствую. Ну, в основном, да, я так чувствую эту боль. Когда вы спрашиваете, я у себя как-то спрашиваю. Изжога или жжёт? Жжёт, жжёт. Жжёт. Как вот спереди или взади? Сейчас, вот, когда вы меня спросили, я вот здесь чувствую, в груди вот этот комок стоит. Я вижу только максимум ваш подбородок. Я точно, вот, вы не понимаете, здесь, здесь, здесь или где? Вот здесь. Индира, не видно ничего. Вот. А, в груди нет. Всё, я понял. Да, да, в груди. Окей, попробуйте глубокий вдох сделать. Усиливается боль или нет? Вот воздух как будто проходит через какие-то эти преграды. Вот здесь вот, в этом месте. Прям усиливается, раскрывается. Так, а боль легче становится или меньше? Или как, или сильнее? Сильнее. Вот эта жжень сильнее, да, становится. А наклонить влево и вправо? Потом опускается в желудок. Я понял, да. Наклонить влево и вправо. Да. Стоит. Женя стоит. Усиливается или ослабляется? Усиливается. Так. Окей, хорошо. Вот теперь на этом ощущение. Сконцентруйтесь, мы пойдём в прошлое, посмотрим, что там было. Итак, скажите себе, мне 25 лет. Как ощущения, остаётся это в теле? Да, остаётся. Мне 20 лет. Мне 20 лет. Да, усиливается. Мне 15 лет. Мне 15. Да, есть. Мне 5. Есть. Мне один год. Есть. Но меньше стало чуть-чуть. Меньше. Мне один месяц, я в животе у мамы. Есть. Не один день я в животе у мамы. Не один день. Есть. Чё это чувство, мамин Репеппина? Мамин. Маму как зовут? Рая. Рая. Я мамы Рая сколько я был лет, когда она вас родила? 24. Я мамы Рая, мне 24. Как ощущения? Есть. Я мамы Рая, мне 20. Маму Рая. Есть. Я мамы Рая, мне 10 лет. Есть. 5 лет. Я мамы Рая. Есть. Я мамы Рая, мне 1 год. Я мамы Рая. Я мамы Рая, мне 1 день я в животе у мамы. Есть. Чё это чувство, бабушкина или дедушка? Бабушкина. Ну, как зовут бабушку? Жану. Жан-но? Жан-ыл. 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 Так. Сколько было лет, когда она родила вашу маму? Я не знаю. Примерно. В 19, наверное. Ну, она молодая, вышла замуж, наверное. И мама второй ребёнок. Мама была второй ребёнок. Как у вас рано-то все разживёт. Так. Я бабушка Жан-ыл. Мне 19 лет. Как ощущения? Так, сейчас. Бабушка Жан-ыл. Есть ощущения. Есть. Я бабушка Жан-ыл, мне 1 месяц. Я в животе у мамы сразу туда пойдём. 1 месяца. Есть ощущения. Есть. Больше или меньше стало? Ну, так же. Так же осталось. Ну, вот выдох мы. Проверьте ещё раз. Я бабушка Жан-ыл, мне 1 месяц. Ну, вот когда вы у меня спросили, у меня как будто отпустило и обратно собралось, получается. Окей. Я бабушка Жан-ыл, мне 1 день, я в животе у своей мамы. Мама не знает, что она беременна. Как ощущения? Легче. Легче стало. А совсем отпустил? Нет, есть. Какие-то отголоски есть. И сколько процентов осталось от того, что было? От того, что было? 10. 10 процентов. Так. Понаблюдайте ещё за этим. Что дальше происходит? Тяжесть у желудки остаётся. Остаётся. Женя прошло, да, и у желудки осталось. Что это чувство? Бабушка, прабабушка, не прадедушка? Ну, думаю, что прадедушки почему-то приходят. Как его зовут? Я не знаю. Вы не помните его в клетках своих? Нет, со стороны мамы нет. Со стороны от Сычева. Хорошо. Я свой прадед, мне 30 лет. Как ощущения? Есть. Прямо усилилось. Усилилось. Я свой прадед, мне 10 лет. Есть. Я свой прадед, мне 1 день. Я в животе у мамы. Остаётся чуть-чуть есть. Чуть-чуть остался. Что там? Вроде легче стало. Да, легче стало. Итак, я свой прадед, мне 1 месяц, я в животе у своей мамы. Как ощущения? Есть. Есть. Остаётся, да. Остаётся. Я свой прадед, мне 1 день, я в животе у мамы. Мама не знает, что она беременна. Как ощущения? Денький крат. Денький крат. Что такого происходит в этот момент, когда мама узнаёт о беременности с вашим прадедом? Ну, я вот не знаю, какие года это я с войной связываю. Что мужа забирают, как будто бы... Что чувствуете в этот момент? Тревожность, страх. За что? За то, что там мужа куда-то уводят, я не знаю. Собирает или что, куда-то уходит. Может, они перенесли времена голода, там, ну, такое вот что-то, тревожность. Я мой прадед, у меня 1 день, я в животе у мамы. В этот момент приходит ко мне Бог и говорит. Дорогой, но мы не знаем, как тебя поймут. В твоей жизни получилось всё так, что будут времена голода, когда ты будешь расти. И твоего отца, вполне возможно, заберут на фронт. Или он идёт куда-то там воевать. И может даже и не вернуться. И мама будет по этой теме очень сильно переживать. Но это всё к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты чувствовал любовь каждый миг своей жизни. И этот дар любви передал бы своим потомкам. Это к тому, чтобы ты наслаждался своей жизнью и кайфовал бы каждый миг. И чтобы все твои потомки радовались этой жизнью и получали бы от неё максимум удовольствия. Доверяя бы полностью этому процессу. Как ощущения? Хорошо. Так, что? Мне плакать хочется. Так, так. Теперь возвращаемся к вам. Как желудок? Да, легко стал. Так, вдохните. Да, нет. Прошло. Прошло. Отлично. Идира, только давайте так. Вот не только вам, а всем, кто слушает. Раз в год в доктор надо ходить, чтобы проверить здоровье. Понятно, да? Хорошо. Да, вот эта боль, видите, всё-таки, как получается у прадеда, сколько колен на вас влияет. И ужас-то был, конечно, там конкретный в том веке. И некоторые проживали это с благодарностью. Ну да, плохо, кушать нечего, война. Ну, значит, это Богу зачем-то надо. А некоторые, к сожалению, нет. Боялись жизни. И у потомков вот эта вот навязчивость и типа того, что надо всё контролировать. А вдруг что не получится? А вдруг это как будто война идёт, понимаете? Как будто сейчас вот придут фашисты и всё отнимут. Понимаете? Их нет. А их нет. Или человек себе придумывает проблемы. Тревожность, да? Да, 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 да. Тревога точно такая же, что сейчас приходит фашисты и убивает всех. Но на самом деле вы начинаете сыровать на какую-то банальную работу. На то, что надо просто идти в магазин, а вдруг там не будет продуктов. Ну, маразм бывает у людей происходит. Потому что в них потенциал негатива заложен. Эмоциями предков. Понятно, да? Но это вопрос не к тому, чтобы их надо в этом объединить. Или сказать, что они плохие. Просто понять причины наследственной связи. Что опыт болезни находится за пределами твоей личности. И когда ты это понимаешь и восстанавливаешь связь со своим родом, любви и счастья, да? Энергия разблокируется. Потому что в теле эти блоки, они есть. Да. Понятно, да? И тогда состояние комфорта происходит. Как ощущения? Да, вот я чувствую. Вроде отпускает вот эту спину, желудок. Все прям легче становится. Есть, конечно, но я чувствую, что легче отпускает. Да, у меня вот такие ощущения. Это раз. Значит, к доктору надо сходить. Второе. Надо бы желательно заниматься зарядкой. Двигать своим телом. Я делаю зарядку. Отпускает временно, правда. После зарядки. Второе. Помимо физических движений. Надо еще правильно двигать тело. Чтобы у вас не только позвоночник вы наклоняли вперед, влево и вправо, да? Вы еще должны диафрагмы двигать для того, чтобы лучше вот хорошо паранаямы делать. Допустим, в Кабалабхате, да? Которая продувает легкие с одной стороны. С другой стороны, тренирует диафрагму. Потому что основные блоки, они очень часто в этом месте скапливаются. Социальные особенно блоки, да? Что будет в жизни, что будет в мире. Как люди обо мне подумают. Это вот сюда ложится, в район диафрагмы. Поэтому здесь часто болит. И регулирует, и блокирует работу внутренних органов. И поэтому человек дискомфорт испытывает. А потом у него диагноз появляется. Поэтому хорошо бы с этим делом работать. Плюс медитации. Для того, чтобы снимать эмоциональное напряжение со всем. И формировать у себя зрелое, разумное состояние счастья. Спасибо. У меня еще... Да, да, понятно. Я прям почувствовала, поняла. Прям услышала. Дай москвит. Да, с вами. Потом у меня второй вопрос насчет денег. Допустим, деньги идут, но я их не чувствую. Они утекают. Я вообще не чувствую деньги. Как будто нету. Да. Вот. Ощущения вот такие. Что значит, я не чувствую денег? Ну, вроде как бы зарабатываю. Есть деньги, идут. Ну, у меня что, не хватает? Да, нету. Как будто бы у меня денег. Такое ощущение. Итак, какой... Смотрите, давайте так. Какое ощущение денег было бы для меня норма? Гармония. Какая? Как вы бы это чувствовали? Легкость какая-то, чтобы... Наверное. Я вообще вот себя ловлю на том, что если нету денег, у меня нету настроения, допустим, да? Я могу расстраиваться там. Не знаю. Вот у меня такое. Смотрите, деньги, на самом деле, всегда были, есть и будут. Понятно, для этого надо кое-что делать. Вот. Но, увы, не лентяйка, поэтому переживать там не стоит. Но с этой энергетикой надо работать. То есть, это тоже, на самом деле, энергия. Если этот канал через чек себя без задержек пропускает, то ты можешь и получать их, и отдавать. Ну, то есть, тратить, инвестировать, там, в зависимости от того, чего надо, да? И чем больше человек себе позволяет инвестировать или отпускать денег, тем больше позволяет взять. И, наоборот, чем он может взять, но если он не отдает, то ему плохо становится от денег. Они его плющут, жадные, злобные становятся и так далее. А важно, чтобы поток спокойно проходил. И вот надо просто его почувствовать. То есть, сколько денег вы хотите получать и инвестировать, или там, ну, оборот какой должен быть. Просто это почувствуйте. Выберите свой, там, тысячу долларов, сто тысяч, я не знаю, какие у вас потребности. Какую вы хотите взять на себя ответственность в этом плане. Вот и все. Взяли, почувствовали, сконцентрировались, просто скажите, у меня деньги были, есть и будут. И прочувствуйте это. И тогда они начнут в вашу жизнь спокойно проходить. А у меня, видимо, вот это связано с этим, вот, с этой проблемой, да? Потому что после рождения детей у меня вот так стало. Раньше нормально было. Я и получала, и тратила, все хорошо было. А сейчас, получается, после рождения детей какие-то страхи усилились, тревоги. Я вам писала об этом тоже, что именно... Второго ребенка вы родили, правильно? И ваша мама была второй. Вот поэтому вот эту взаимосвязь видно с номером два. А, точно. Да, да. Понятно, да? Окей. Наследственное ощущение. Вот и все. И когда вы понимаете, что, ребята, да, вы переживали, но бояться нечего. Мир-то не такой ужасный, как кажется. Да, сейчас по-другому все. И начнете кайфовать от этого дела. И тогда эта вся проблема уйдет из жизни. Спасибо большое. Вы мне многое прояснили. Ага, счастливо. До свидания. Удальше. Так, Нидера много чего всем другим прояснила, своим примером. Так, всем добрый день, кто только подключился. Так, давайте посмотрю, кто у нас здесь еще. Кто у нас еще и знакомых ников. Который, может быть, я смотрел. Я думаю, что я еще успею одного человека посмотреть. Так. Так. Марина. Марина, давайте я вас посмотрю. Если у вас в списке или нет. Ну, в старом списке. Потому что новых людей я сегодня еще не успел включить. Марина. Канад. Канад. На опаске. О, есть вы, да. Давайте я вас возьму, Марина. Красноярск. Добрый день. Ждем Марину. Здрасьте, Марина. Здрасьте. Очень большое спасибо, что взяли. Пожалуйста, у нас есть с вами 10 минут. Слушаю вас немного. У меня такой вопрос. Вопрос, я уже второй раз с вами. Да? Да, да, да. Я не помню. Ага. У меня плохие отношения с мамой. У меня постоянно к ней претензии. Марина. Да? Так. Претензии к маме. Так. Ага. Что еще? Ну, просто бесконечное. Какое-то детское восприятие. Не могу понять. Ну, что плохого сделал. Ничего плохого не сделал. А у меня постоянно к ней претензии. Понимаете? Вот. И такие же отношения со свекровью. Но со свекровью мы как бы разобрались. Не отпустило. А вот с мамой, наоборот, все усилилось. И стало еще хуже. Понимаете? А с мамой вообще разговаривать не можете? Или как это? Ну, в том году, в августе, произошел у нас конфликт. И я после этого вообще даже смотреть. И даже, да, мне тяжело разговаривать. У меня все немеет. Я не могу. Так я себе вспоминаю, что у меня так все детство. Из-за чего конфликт, Марин? Марин, из-за чего конфликт произошел? И что в детстве вас беспокоило? Конфликт произошел из-за вероисповедания. Понимаете? Она хотела мою старшую дочь тоже в эту секту, ну, не секту, а в эту веру как бы спасти от того, что мы тут неверующие все. Какой? В баптисты. В баптисты. Так. А я, получается, встала на защиту и дошла до того, что уже собиралась и в милицию подавать, и это, потому что дочь отказывалась идти домой. Понимаете? Почему? Ну, настроено было, что тут все плохие, что мама такая, что она тут не нужна, тут еще что-нибудь, понимаете? Вот. А они все... То есть, ваша мать настроила вашу дочь против вас. Я правильно понимаю? Да. Да. И мне пришлось, понимаете, уже пойти в школу к социальному педагогу. Я уже не знала, что делать. Я уже пошла к директору, объявила, что ребенок отказывается идти. Помогите, пожалуйста, мне в милицию. Что мне делать? Я вроде 36 лет, а, получается, мама до сих пор командует, или как-то сказать, понимаете? Что я не могу воспитывать. У меня еще двое детей. Вы живете там... Ага. То есть, у вас трое вообще, да? У меня трое детей, да. И вашего старшего ребенка ваша мама пытается всех, кто затянуть, баптистов? Да, ну уже это прошло. Еще какие проблемы есть с мамой? Ну, постоянные претензии. Что, вот я вспоминаю, что с детства навязала комплексов, там, про деньги, про то, про секс, про, ну, про все, про что нужно, не высовываться надо, как все. Ну, вот такие вот. Просто я сейчас, я кучу тренингов проходила. Я говорю, я кучу тренингов проходила, всего, но справиться с этим не могу, но это же мало, ну, просто. Я понял. Я понял. Марина, немножко подвисает ваше изображение и сигнал, да? Постарайтесь в одном месте находиться, чтобы связь была устойчивая. Либо займите то положение, где связь лучше. Вот, я уже знаю. Сейчас слышите меня хорошо. Да. Слышите меня хорошо, да? Да. Так, 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 так. А с отцом как отношения? Папа умер три года назад, и вот после медитации прощения я как-то уже, я его вспоминаю, у меня улыбка, тепло, вот как-то с папой у меня никогда не было вопросов, никогда. А вот с мамой я даже в медитации не могу обнять, я думаю, скорее бы, скорее бы это прошло, чтобы началось уже с папы. Когда с мамой проблемы начались? Самые первые. Наверное, когда мне было лет 13-14. Я так остро думаю ощущение. 13-14, что там началось тогда? Что там началось? И парень не тот, и подруги не те, и все не то, все не то. Все у меня было, я неправильно все... Мамы что происходило от мамы на жизнь? Я не знаю. Что было, когда вам было три года в семье? Родилась младшая сестра. Так, что стало происходить в семье после рождения младшей сестры? С мамой и с вами. Что стало происходить? Ну, все, младшая, она была более правильная, она была очень шустро, за ней больше смотрели, все говорили, Марина хорошая, она ничего не сделает плохого, игрушку не требует, платье какое оденешь, такое оденешь. А с этой надо было возиться. Так, и как вы себя стали чувствовать с появлением сестры? Я не помню, я себя не помню в детстве. Я помню, что я, ну, что мне по жизни не хватает внимания, вот такое какое-то детское... Поэтому у вас мама сумасшедшая, и вы ее, ну, понимаете, да, ее сумасшедствие подстегиваете подсознательно. Вот я это чувствую. И видите, какая история. Появился ребенок, вы почувствуете, что вас не любят. Ну, зовем вещи своими именами. Ну, вам не оказывают того внимания, которое бы хотелось. Ну, все равно же мать родная есть, поэтому хочется из нее тянуть эти сумасшедшие. Да, да, да. Извращенного характера. Поэтому, на самом деле, где-то вы сами подстегиваете этот конфликт, но не осознаете этого. Может быть. Итак, скажите себе, мне один день, я в животе у своей мамы. Как ощущения? Мне один день, я в животе у своей мамы. Как ощущения? Хорошо. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Марина, в твоей жизни получится так, что когда тебе будет три года, у тебя родится сестренка. И твоя мама будет полностью свое внимание и любовь отдавать ей. И ты будешь чувствовать себя обделенной, ненужной и брошенной. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда любимой, любящей и счастливой в будущем взрослой женщиной, которая также, безусловно, любит свою мать и получает от этого огромное удовольствие. Как ощущения? Хорошо. Так. Вот мама приходит и начинает там внушать что-то там, что вот ребенок не в той вере и так далее. Как ощущения? Не знаю. Так. Вот представьте маму сейчас, ее образ. Рядом с вами она. Как ощущения? Ну, здесь кирпича нету. Так. Что есть? Не знаю. Пока дышится легко. Так долго было здесь это. Так. Мысленно обнимите маму. Пока не хочется. Попробуйте. Попробуйте. Непривычно попробуйте. И увидите, что это приносит энергию вам. По крайней мере, дискомфорт не доставляет. Ну, понятно. Это немного непривычно, потому что вы привыкли конфликтовать с мамой. Вернее, подсознательно предъявляйте ей претензии. Да. Понятно, да? Вот что происходит. Потому что, знаете, это такая частая проблема. Бывает, что когда рождается ребенок, родители ему не объясняют, что у нас сейчас, знаешь, много чего в жизни изменится. У тебя там сестра, брат или еще кто-то появится, да? И мама с папой тебя все равно любят. То есть объяснять это надо. И когда ребенку это не объяснили, типа вот трава сама там растет. Ну, я, знаете, грубо, может быть, говорю. У ребенка эта обида заседает внутри, и он начинает тянуть энергию из родителей. И потом это остается. И потом это в конфликты в возрастном возрасте перетекает совершенно беспричинные. Беспричинные просто. Да, да, да. И все время вот этот напряг. И вот проблема-то вот оттуда едет. Вернее, шла в вашем случае. Ужас какой-то. Как самочистое? Вообще ужас. Это жизнь. Как состояние? Ну, хорошо. Я просто себя чувствовала плохой дочери. Ну, как? Так это же мама. Почему мне постоянно хочется ей все время выговаривать? Понимаете? Это извращенный способ притягивания энергии. Получить любовь. Детский способ, да. Да, вот именно. И будучи взрослые, все равно этим орудиментом пользуйтесь. Благодарю. Благодарю. Удачно, да. Счастливо. До свидания. Друзья, напоминаю для тех, кто писал, только что задал вопрос. Кто хочет стать участником, чтобы получить мою короткую консультацию, надо по хэштегу «Истрим этот мир вместе». Все это так вместе пишут. 14 мая есть последний пост на моей странице. Там прочитайте его и выполните все условия. Тогда я вас включу в список и в порядке очереди вы получите мою консультацию. А также напоминаю, что сегодня 8.00 стартует первый эфир в моем клубе. И мы будем работать с проблемой в личной жизни. Как их разрешить, я основные скрипты объясню. И я буду давать, естественно, практику, которая позволит всем участникам клуба улучшить свою личную жизнь. Но это только будет одна тема. Темы последующих эфиров также по ссылке в шапке аккаунта, где вкладка «Клуб Артема Толоконина», там уже есть расписание. Но вы можете влиять на эти темы. Если вы будете писать о том, что я хочу узнать вот это, или послушать лекцию, либо чтобы поработать с этим, я, естественно, буду опираться на ваши потребности, в том числе под вас подстраивать свои эфиры. И вполне возможно, бонусные эфиры еще устраиваются интересными специалистами, которые будут эти темы профессионально раскрывать. И таким образом клуб будет насыщен полезным контентом. Записи эфиров будут 24 часа в сторис, и потом я постараюсь их выкладывать в IGTV, чтобы копить архив. И поэтому вы можете сегодня подключиться, завтра, или даже через неделю. Вы уже будете видеть эфиры, но в записи. Плюс работает чат. Друзья, наше время подошло к концу. Спасибо большое, хорошей всей недели. Пока-пока, до новых встреч.